Дорогие зрители, приветствую вас на канале. Я много рассказываю вам о теории права, но иногда необходимо от этой самой теории переходить к практике. Поэтому сегодня будет ролик о самом настоящем кидке на сумму почти в 20 миллионов рублей. Кидок этот произошел не на ровном месте. Один давний партнер кинул другого, и к моменту нашего подключения к процессу злодей успел выиграть суд в двух инстанциях и даже получить исполнительный лист на всю сумму. Однако, к счастью для нашего клиента, мы вовремя включились в эту игру. А процесс штука такая, в него играют вдвоем. А пока, друзья, я рекомендую вам подписаться на канал. На всякий случай, мало ли и с вами в жизни, ну не дай бог, конечно, произойдет что-то подобное. Поехали. Итак, к нам обратился хозяин компании, крупный производитель, оказавшийся в сложной ситуации. Он уже проиграл дело на два десятка миллионов в двух судебных инстанциях и просил нас подключиться помочь ему в третьей инстанции, кассационной. Ситуация следующая. Наш клиент, будучи в том числе исполнителем по госконтрактам, делал заготовки и передавал их своему субподрядчику для дальнейшей обработки. После чего получалось готовое изделие для конечных заказчиков. В какой-то момент клиент обнаружил, что его менеджер действует заодно субподрядчиком. Цены на работы субподрядчика постоянно завышаются и давно уже не соответствуют рынку. Да и сам клиент уже действует, собственно, себе в убыток. И тут надо еще учесть, что работы субподрядчика были не типовыми, они осуществлялись по индивидуальным чертежам. То есть сходу заметить завышение было проблемно. Но разобравшись, клиент отказался принимать очередные работы по завышенной стоимости. Отказался подписывать акты выполненных работ и иную документацию. Возвратил их субподрядчику. Тот, конечно, обратился в суд. И здесь скрылся важный нюанс. Сам договор с субподрядчиком был рамочный, то есть содержал общие условия. Конкретика же должна была выноситься в спецификации к договору, в которых стороны должны были согласовать, какие именно работы, по какому заказу делает субподрядчик и по какой, собственно, цене. А по спорным работам, как выяснилось, стороны заранее спецификации не составили и не подписали. Субподрядчик, после того, как выполнил работы, вместе с подписанными им актами выполненных работ, отправил заказчику и спецификации с ценами на эти работы, которые тоже были подписаны только самим субподрядчиком. То есть заранее стороны договора не согласовали. И сколько будут стоить работы, которые берется делать субподрядчик, тоже. В итоге, когда работы были выполнены, возник спор. Субподрядчик указывал свою в десятки раз завышенную цену, а наш клиент, конечно, с ней не соглашался. Так как же быть в этой ситуации? Конечно, нужно проводить экспертизу для установления рыночной стоимости работ, раз она не была оговорена. Но наш клиент о назначении экспертизы суд не попросил, а занял очень рискованную позицию. Он стал отрицать, что он вообще заказывал данные работы и что они были фактически выполнены, используя как аргумент то, что ни спецификации, ни акты им не подписаны. Несмотря на то, что судья в заседании прямо предлагал назначить по делу экспертизу. В итоге, поскольку материалами дела, ну как минимум, частично факт выполнения работ подтверждался второстепенными документами, подписанными нашим клиентом накладными на передачу довальческого материала, отчетами о расходовании этого материала, то суд первой инстанции частично этот иск и удовлетворил. Он взыскал с нашего клиента приличную сумму, но решение это не устроило ни истца, ни нашего клиента. Были поданы апелляционные жалобы, и в результате апелляционный суд вообще принял странное и до сих пор мне непонятное решение об удовлетворении иска полностью. Он взыскал с клиента все требуемые истцом суммы по формальному основанию. Якобы клиент получил от субподрядчика акты выполненных работ и никак на них не отреагировал, не подписал, но и не направил отказ от приемки. А я напомню вам важное правило. Если вы получили акты выполненных работ, то в установленный договором срок вы должны их рассмотреть и либо принять работы, либо написать мотивированный отказ от приемки. Иначе будет считаться, что вы приняли их без замечаний. По счастью, в деле доказательства отказа клиента от приемки работ были, даже несколько писем на этот счет. Как и почему апелляция их не увидела, ну, остается только догадываться. Согласившись помочь клиенту, мы взялись за дело в конституционном суде. Было очень тяжело, но нам удалось, во-первых, доказать суду, что стоимость работ сторонами не была согласована, а с полученными актами клиент не соглашался и от приемки отказался. А во-вторых, убедить суд, что по делу надо было применять норму 424 статьи ГК. В ней говорится о том, что если в договоре стороны не определили цену работ, то они оплачиваются по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары. Ну, на практике под этим подразумевается рыночная стоимость работы. Суд внял нашим доводом и отменил судебные акты по делу. Но суд к астационной инстанции в описываемом случае не имеет права самостоятельно разрешать спор по существу. Поэтому он направил дело на новое рассмотрение, на рассмотрение с самого начала в суд первой инстанции. И, конечно же, при новом рассмотрении мы уже не допустили ошибок. Первым делом через нотариуса с вызовом субподрядчика мы провели независимую экспертизу, которая установила реальную стоимость работы. Она подтвердила, что в своих односторонних документах истец завысил ее в шесть раз. Опираясь на это заключение, мы добились в суде назначения уже судебной экспертизы для проверки этого обстоятельства. Здесь пришлось приложить недюжинные усилия, чтобы суд поручил ее проведение организации, в отношении объективности которой сомнений у нас не было. Потому что вторая сторона как могла пыталась продавить нужные ей кандидатуры экспертов. Все это заняло у нас достаточно много времени, но в итоге экспертиза по делу состоялась и подтвердила многократное завышение стоимости работы. Под давлением выводов экспертизы наш оппонент в суде согласился заключить мировое соглашение на очень выгодных для нашего клиента условиях. В результате клиент вместо почти 20 взысканных с него миллионов уплатил за спорные работы всего несколько миллионов рублей, что было даже меньше их реальной стоимости. Таким образом, друзья, этот успешный кейс учит нас, что цену работ по договору нужно определять заранее, что нужно объективно оценивать свои шансы и вырабатывать по делу правильную позицию, своевременно совершать необходимые процессуальные действия и, конечно же, поручать представление ваших интересов команде юристов, готовой к длительной, кропотливой и системной работе по вашему процессу. Дорогие зрители, спасибо вам за то, что досмотрели этот ролик до конца. Вопросы по его теме можно задавать в комментариях. А если у вас есть проблемы с заказчиком или подрядчиком, или кто-то пытается взыскать с вас деньги, а вы не согласны, то не стесняйтесь написать мне в мессенджер. Разберемся. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok